ну что кажется пошел наш эфир надеюсь что хорошая будет картинка сейчас пытаемся всем добрый вечер дождемся буквально минуты минута нам нужно пока наши подписчики начнут заходить и друзья те кто заходит пожалуйста поделитесь эфиром потому что как вы знаете утром я сделал анонс что будет эфир с русской страницы но мне приходится выходить с английской страницы потому что русская страница моя была заблокирована что неудивительно принципе с моей странице и ресурсы все время под натиском но будем работать значит тех страниц которые работают всем доброго вечера мы сегодня будем говорить на очень важные темы которые касаются всех нас первую очередь лиц армянской национальности ситуация сложная и в регионе и в россии и как мы понимаем многие люди переживают я честно говоря стараюсь сейчас не выходить в эфиры потому что много есть работы студии много есть работы связанные с передачей в центре объектива но вот последние дни я смотрел эфир разных блогеров и понял что на самом деле добрый вечер сонаджан я понял что нужно мне тоже сделать эфир потому что так много чепухи вранья хорошо меня слышно скажите друзья скажите хорошо слышно давайте проверим звук те кто смотрит эфир хорошо слышно или нет привет мы большой привет да отлично вот если кому-то плохо слышно пожалуйста выйдите снова зайдите итак спасибо большое давайте продолжим итак начнем с темы мобилизации мы сегодня поговорим про мебель мобилизацию и про валюты и про что будет дальше вообще ситуации с украиной и так по поводу мобилизации как мы знаем с вами двадцатых числах началась мобилизация в россии она затрагивает всех людей которые являются гражданами россии которые подпадают под эту так называемую мобилизацию сегодня министерство обороны россии сделала заявление что на данный момент то есть за 10 дней мобилизации в армию призвано 200 тысяч человек значит это не соответствует действительности да это не соответствует действительности я напомню что изначально вообще говорили что будет мобилизовано 300 тысяч человек и вот сегодня минобороны говорила про то что в россии мобилизовано 200 тысяч человек это не соответствует действительности на данную минуту на На данные сутки, то есть по состоянию на сегодняшний день, в России мобилизовано 418 тысяч человек. Вот, чтобы вы понимали, что то, что сообщила сегодня Минобороны России, не соответствует действительности. Настоящая правда это... Нет, пока не разблокировали сонно, я с английской страницы захожу. То есть на данный момент мобилизовали 418 примерно тысяч человек, около 420. И это означает, что Минобороны России в очередной раз врет своему населению. Значит, до 1 декабря будет мобилизовано 820 тысяч граждан России. Еще раз напомню, что более половины, 420 примерно мобилизовано уже. То есть ровно половина уже собрана. Еще 400 тысяч человек до 1 декабря будут мобилизованы. В этой связи мы понимаем, что 820 тысяч человек будут мобилизованы, по сути, за 40 дней. Это не шуточная цифра, это очень-очень серьезная цифра, чтобы каждый понимал. Значит, в этой связи хочу сказать, что очень много вопросов приходит от наших граждан, от лиц армянской национальности. Значит, из 820 тысяч человек, которые будут до 1 декабря мобилизованы на территории Российской Федерации, вот вдумайтесь в цифру, 32 тысячи 400 человек, это лица армянской национальности. Я уже не говорю про тех, кто поменял свою фамилию. Ладно, будем говорить круглую цифру, 32 тысячи человек. Вот представьте себе, что 32 тысячи армянских мужчин, это только вот в этом первом потоке, людей, которые вместе со своими родителями уехали из Арцаха, из Армении, и эти 32 тысячи армян, да, уже призваны или еще будут призваны в течение октября и пойдут воевать в Украину. Кроме того, это не все армяне, которые будут брошены в эту мясорубку. Я напомню вам, что очень много у нас армян сейчас проходит срочную службу. Значит, когда началась спецоперация 23-24 февраля сего года, было заявлено, что срочники не участвуют в спецоперации. Потом мы с вами увидели, как украинская сторона взяла в заложники группу российских срочников, и Россия, опозорившись на весь мир, признала, что Путина обманывали, и что на самом деле там были срочники, которых якобы вытащили. Мне звонят многие родители, чьи дети сейчас призваны в армию в этом году, лица армянской национальности, и сообщают, что с разных регионов России почему-то всех, да, перебрасывают в Севастополь, что, типа, они не будут воевать, но вот они теперь будут служить в Севастополе. То есть, ну, если человек служит в Псковской области или в Липецкой области, какого чёрта его перебрасывать в Севастополь? Нет никаких сомнений, что если вашего сына перебрасывают в Севастополь, это Крым, нет никаких сомнений, что оттуда могут его заставить подписать контракт и отправить в зону боевых действий, а могут даже и не заставлять подписывать контракт. Почему? Потому что Россия объявила о том, что Запорожская там часть, область, и те области, включая Херсонскую, которая, по сути, да, граничит с Крымом, теперь это Россия. Это означает, что тот же самый срочник из Севастополя может быть переброшен для службы в Херсонскую область, где идут боевые действия, Запорожскую область, и никто не сумеет этому воспрепятствовать. В этой связи многие люди звонят, спрашивают, даже, я абсолютно вхожу в их ситуацию, переживают настолько, что с утра до вечера плачут и задают вопрос. То есть, с точки зрения юридических моментов, это очень сложный вопрос, потому что, если человек срочник и служит в вооруженных силах Российской Федерации, соответственно, он подчиняется законодательству, и через то, что он подчиняется к форуму. Я думаю, что это очень интересная женщина, которая один единственный сын, хорошо если у человека или у женщины в данном случае один один сын то нужно задать себе вопрос а что мешает понять что риск это очень плохая вещь и в данном случае риск не оправдан то есть вот я не хочу просто это говорить как я думаю да потому что все-таки мой эфир много людей смотрит но жизнь вашего ребенка бесценна да и вы его воспитывали растили не точно не для этой операции точно не для этих целей поэтому как мне кажется как мне кажется нужно любым способом любым способом решать вопрос так чтобы сохранить жизнь своего ребенка вот я не буду подробно говорить как чего и так что никуда не дешевле, этот период и не сказать как-то мы не знаем что-то что-то такое относительно что-то человек он очень сильный взрыв атак он путает это всё Субтитры делал DimaTorzok Люди должны понять, что если ваш сын воспитанный человек и его призвали в Украину, туда же, в этот же катер призвали людей, которые сидят в тюрьме, то есть это уголовники высшей пробы. Нужно четко понимать, что уголовники, они могут очень плохо обходиться с мирными людьми, с сослуживцами, от них ждать можно чего угодно. И ситуация усложняется тем, что там не только мясорубка, но еще и в твоей команде, в твоей роте, в твоем взводе могут быть уголовники, преступники, люди разных национальностей, как я уже сказал, алкоголики, наркоманы. Это очень серьезная проблема, это очень серьезная проблема. Вот если коротко по мобилизации. Значит, боевые действия не закончатся быстро, боевые действия не закончатся через месяц. Боевые действия, к сожалению, будут продолжаться еще долго. Это означает, что вот эта волна, когда, ну, закончат собирать 820 тысяч человек, на этом не закончится. Уже сейчас запрещено выезжать за территорию Российской Федерации полицейским. Это неспроста, поверьте мне. Я так понимаю, что ожидается очень серьезный поворот в этих боевых действиях, который вызовет в буквальном смысле шок. Оглашать не буду, потому что не стоит. Дорогие друзья, почему я говорю, что это будет долго продолжаться? Потому что США запустили вот эту программу Land Lease, да, когда их производство работает на полную мощность. И, да, и Аревик правильно говорит, представляешь, в одном окопе армянина и азербайджанца, и неизвестно, кто кому еще выстрелит в спину, Аревик, чтобы было понятно, да. Это еще неизвестно, кто кому будет стрелять в спину. Америка, которая запустила программу Land Lease, да, эта программа рассчитана не на неделю и не на один месяц. Эта программа рассчитана на продолжительное время, и Украина будет неограниченно получать оружие, неограниченно получать все, что ей понадобится. И поэтому в том числе ни о каком быстром завершении этой истории речь не идет. Еще раз напомню, что количество срочников армянской национальности неизвестно. Но если почти 35 тысяч, на данный момент я сказал 32 тысячи круглая сумма, если 32 тысячи армян уже призваны и будут призваны до 1 декабря, вот это те армяне, которые не захотели защищать Арцах, не захотели защищать Армению, но идут защищать матушку Россию, идут защищать Путина. Среди родителей этих призываемых людей есть немало людей, которые хвалили Кочаряна, критиковали Пашиняна, да. Теперь те родители, которые посылают своих сыновей в Украину, вы же видите, как проходит мобилизация в России, да, людям негде спать, выдают старое допотопное оружие. А почему вы не пишете посты критичные, да, в адрес российской власти? Потому что боитесь, правильно? То есть проживая в России, вы боитесь критиковать те проблемы, которые сейчас видите, да, на экране, в телеграм-каналах. Посылаете своего сына, бог знает куда. И еще у некоторых, кстати, остаются силы поливать грязью армянское правительство. Я не случайно все время говорю, что если ты живешь в России, да, или вообще молчи, да, или уж точно не критикуй правительство Армении или армию, потому что проживая в России, у тебя сейчас такие проблемы, такая заварушка, что, ну, я думаю, что не актуально, как бы, мнение армянина или армянки России по поводу ситуации в Армении, в частности, критические заметки не актуальны. Ну, вот если о Украине говорить, то коротко. Да, согласен. Вот если говорить о Украине коротко, то это так. Ну, вот если говорить о Украине. В лесах, где снег, дождь, грязь. Пусть каждый сам делает для себя выводы. Я не знаю, если коротко, это так. Теперь по поводу валют. Несколько советов хотел дать по поводу валют. Сейчас многие находятся в таком, знаете, шоковом состоянии. Не понимают, какую валюту покупать, какую не надо покупать. Я дам коротко важные советы. Как и раньше, как и 7 месяцев тому назад, напомню, что если, условно говоря, вы приехали сейчас в Армению, если вы будете здесь находиться ближайшие полгода, то я вам рекомендую на полгода поменять свою сумму, если у вас это рубли, поменять их на драмы. То есть, если вы будете полгода жить в Армении, соответственно, вы 6 месяцев будете платить за жилье. Соответственно, на 6 месяцев у вас будет каждый месяц энная сумма в драмах израсходоваться, там, на картофель, мясо и так далее, и тому подобное. Соответственно, вы 6 месяцев будете оплачивать мобильную связь, транспорт. Поэтому я советую вам поменять, как минимум на то время, которое вы будете в Армении, деньги на драмы, чтобы у вас они были в драмах. То есть, российский рубль, это очень плохая сейчас валюта. Это рискованная валюта. Я вам скажу, последние 2 дня в Ереване наблюдается такая ситуация, что обменники меняют столько рублей и драмов, сколько у них есть. То есть, грубо говоря, обменники стараются избавиться от рублей и драмов в зависимости от того, кому что нужно. Поэтому я советую моим подписчикам не держать рубли и поменять их на драмы. Открыть вклады в драмах, как я и заветовал 7 месяцев назад. Это будет самое логичное решение для вас. С драмами ничего не будет, ни при каких обстоятельствах. Уже много раз рассказывал. Напомню, что у драмы есть очень хорошие подушки безопасности, гарантии. Это и поддержка всего мира, демократической Армении. Поэтому в драмах можно спокойно держать деньги. Также сейчас самое удобное время покупать золото. Золото подешевело. Золото стоит очень дешево сейчас в Армении. Оно очень подешевело. И если у вас есть резервные суммы денег, если у вас есть лишняя сумма денег, то да, сейчас хорошее время покупать золото. Потому что потом оно будет дорожать. Почему? Если произойдет обвал или понижение резкого курса евро или рублей, то люди будут уходить в другие активы. И таким активом всегда в момент депрессии было и остается золото. Золото сейчас стоит дешево. Поэтому если вы купите золото, то вы только выиграете. С учетом того, что оно никогда не было дешевым за последние 5-6 лет. Какое оно сейчас дешевое. Не покупайте евро. То есть если вы едете в Европу на 3-4-5 месяцев туда, вы покупаете евро в том количестве, которое вам понадобится на отель или на ваши текущие расходы в Европе. Но держать в евро деньги это очень рискованно. Потому что нынешняя мобилизация России, когда 820 тысяч человек до 1 декабря будет призвана в армию, она нацелена против Европы. Есть большой риск, что боевые действия могут перекинуться на территорию Польши, на территорию Прибалтики. Есть вероятность того, что могут быть столкновения в отрезке Калининграда. Мы не знаем, что в голове у российских властей. Но поверьте мне, что если почти миллион солдат за полтора месяца собирает государство, то не просто так собирает и не просто так такие огромные деньги. То есть это же огромная сумма расходов. То есть если Путин почти миллион солдат собирает, значит он тратит эти деньги на какие-то серьезные цели. Я сомневаюсь, что это просто защита вот этих территорий. Нет. И да, под удар может попасть, в первую очередь, европейская экономика, евро. Поэтому евро держать нельзя деньги. Лишь ту массу, то количество, прошу прощения, которое вы собираетесь израсходовать в Европе, если вы туда собираетесь ездить, жить, отдыхать, или просто закупаться там вещами или техникой. Я советую вам, особенно сейчас, когда доллар недорогой, купить доллары. Если у вас есть лишние деньги, то лучше их держать в драмах или долларах. Но не в рублях и не в евро. Доллар это очень хорошая валюта. Доллар всегда был крепким. То, что сейчас он низкий в Армении, я вот говорил еще раз, хочу повторить, он низкий не потому, что он низкий, а потому что драм дорогая валюта. Вот сейчас она подорожала, эта валюта, драм. И это правильно, это на пользу гражданам Армении. Но доллары остаются долларом. То есть путевки в Дубай, в Египет, во многие другие страны остаются в той же цене, которой они были, например, год тому назад. Это означает, что значимость и стоимость доллара не изменилась. С долларом никогда ничего не будет. И да, я считаю, что это самый хороший вариант, именно вложить деньги в драмах в вклад, если это большая сумма денег, или вложить деньги в доллары и, да, открыть вклад в доллары. По поводу недвижимости, коротко хочу сказать, что по недвижимости в Армении нет никаких рисков. Многие люди покупали жилье в приграничных селах, многие люди покупали в Капане, в Сюнике. Это потрясающие активы, они будут только дорожать, несмотря на напряженность, на боевые действия краткосрочные. Сюникская недвижимость будет только и только дорожать. Сейчас вот этот период 1-1,5 месяца, это период, конечно, связанный с столкновениями. Но, в общем, ничего страшного не предвидится. Поэтому я еще раз хочу отметить, что по недвижимости все остается на тех же параметрах. Дорогие друзья, я хочу сказать, что те, кто живут в России, ни в коем случае не верят российскому телевизору, потому что это такое вранье, это такая пропаганда, просто диву даюсь. Что касается теперь проблем, которые сейчас обсуждаются, во-первых, не верьте большинству блогеров, аналитиков и экспертов, особенно блогерам. То, что они говорят, они говорят просто от балды, с пустого потолка, и это всего лишь предположение. Теперь, что касается столкновений 13-14 сентября. У нас нет, у меня конкретно нет таких прав рассказывать подробности. Однако армянская армия повела себя очень смело, мощно. У нас нет такого права подробности рассказывать, что было, как была проведена ответная реакция, как забрали обратно посты, что там произошло. Нет такого права, потому что если этого нет в официальных сетях, соответственно, и блогер не должен об этом рассказывать. Те люди, которые вас возят в панику, вот вчера я смотрел одного блогера, и там якобы мама погибшего говорит, я не знаю, правда это или нет, то есть это женщина. И вот она говорит, что ее сын, срочник, его потащили, как она говорит, в защищать деревню, то есть школу в деревне. Это было 13-го числа, и она возмущается, что в школе они продолжительное время лежали на полу. И как может ее сын лежать на полу? Это до того, как он погиб, а потом они попали в окружение. Я, во-первых, еще раз выражаю соболезнования всем семьям, которые потеряли своих сыновей. Но, ребята, мне, честно говоря, надоело просто объяснять, какой это позор, когда блогеры начинают перемывать косточки каким-то бытовым моментом. Значит, а что, если резко начались в какой-то точке боевые действия, и солдат отправили в школу первые часы, защищать школу и со школы смотреть, кто нападает, кто нет. А в школе, школа вообще-то не для того, чтобы там, как в санатории, кто-то спал. В школе, если начались боевые действия, вы считаете, что в школе должны быть кровати или там что, санатории? То есть это боевые действия, то есть это, да, условно говоря, это война, короткая война. И солдат, может быть, два часа в школе, потом три часа в доме культуры, потом четыре часа в детском саду, потом в хроматах. То есть идут боевые действия, абсолютно непонятно, что где произойдет. Это не то место, где могут накрыть кровать и сказать, спите тут на мягкой кровати. Поэтому для меня, честно говоря, просто шокировано, что один из блогеров, не буду назвать его имя, разговаривает с мамой погибшего и обсуждает, что в школе парень лежал на полу. Да, лежал на полу, потому что школа – это не санаторий. И если идут боевые действия, уж точно армия не может заниматься тем, чтобы солдату было, да, мягко лежать. Теперь, что касается бушлатов. Даниил Иониссян написал про бушлаты, что в каких-то постах солдаты спят, чтобы быть бдительными, под открытым небом, и им холодно. Но это правда, что в отдельных местах, это единичные места, да, потому что мы должны понимать, что сегодня в Армении 10 областей, 9 областей – это приграничные области. Может быть, в нескольких местах солдаты считают, что им нужно выдать эти бушлаты. Это правильно. Если человек мерзнет, он должен получить бушлат. Однако, произошла нестандартная ситуация, да, что 13-14 числа были перестрелки, и далее солдаты спят, условно говоря, не все вместе, а раздельно, то есть друг от друга отдельно и под открытым небом, чтобы быть внимательными. В этой связи нужно дать время, 3 дня, 4 дня Министерству обороны, чтобы проявить большую гибкость и выдать им необходимые вещи. Конечно, я полностью согласен, что такие вопросы нужно решать заранее, с учетом того, что в Армении, Армения хотя и маленькая страна, да, но здесь в каждой области совершенно разная погода. Вот даже если вы смотрите прогноз погоды, да, показывают Вайоззор, равнины и горы, там разница может быть реально очень большая, реально. И да, это вина отдельных людей в армии, ни министра обороны, ни премьер-министра, потому что и еды, и бушлатов, и сапогов всего полным-полно в складах. То есть это не проблема нехватки этого, это проблема невнимательности отдельно взятых офицеров. И мне кажется, этот вопрос давно нужно было ставить на обсуждение, что в тех горах или в тех областях, где холодновато, почему бы не выдавать людям на ночь бушлаты. Я с этим полностью согласен. Еще раз хочу напомнить, что нельзя участвовать в никаких сборах, никому ни копейки не передавайте. Если вы хотите помочь, делайте прямую помощь. Возьмите карточку семи погибшего и перечислите туда деньги. Если вы хотите помочь, есть такой фонд Hazardrum, у Министерства обороны. Забейте в Яндексе и пошлите туда деньги. Но не высылайте деньги никаким блогерам, никому. То есть ни одному человеку не высылайте деньги. Даже если этот блогер или этот паблик называется Ask Banak, это ничего общего не имеет. Тот же Ask Banak находится в России. Ask Banak это омерзительные несколько парней, которые живут во Владимирской области России. Ни одного дня администраторы Ask Banak не воевали, не воюют. Сидят в России, растолстевшие, раскабаневшие. За ними стоят бандиты арцавского происхождения. Говорю как есть. И странно вообще, прошло пять лет, сколько дней вы воевали, извините. Можно узнать, почему сидите во Владимирской области и собираете деньги. Я обращаюсь к моим подписчикам, ни копейки не высылать никому. Никаким пабликам, никаким людям не высылайте деньги. Потому что всего полным-полно в армии. И эти вопросы должны решать не наши подписчики, ни вы, ни я. А любые технические вопросы должны решать сотрудники Министерства обороны. У вас совесть чиста. Никому не выдавайте никаких денег. И все. Те паблики или блогеры, которые собирают деньги, пусть маршируют в регионы, там живут. И там защищают наши границы. Они сидят во Владимирской области и собирают деньги. Вот что хотел сказать на этот счет. Теперь, что касается дальнейших действий. Что будет дальше. Возможно, мое предчувствие, что регион ждет война в Иране. Почему-то есть такое у меня предчувствие, что Израиль, Азербайджан могут начать войну с Ираном. Это возможно. И Израиль себе нашел площадку, это Азербайджан, с которой, возможно, нападет на Иран. Строительство в физуле аэропорта Алиевом, это, ну, просто тупость такая, да. Но представьте, строить такой дорогой большой аэропорт, когда там никто не живет. Извините, для чего был построен этот аэропорт? Для чего тоже он был построен? И таких примеров могу много привести. За, ну, вообще нелепостей, которые были сделаны именно в этом отрезке. Между Арцахом и Ираном. Вот, если коротко так, не буду долго тянуть. Скажу, что, дорогие друзья, скажу, что, конечно, мы переживаем за наших раненых. Желаем всем выздоровления. Переживаем за наших ребят. Сегодня 17 человек были возвращены. 4 человека из них ранены. Разной степени ранения. Пожелаем им тоже выздоровления. И еще раз напомню всем нашим подписчикам, что ни в коем случае не участвуйте ни в каких сборах. Верьте в нашу армию, потому что во время последнего нашествия варваров агрессор получил очень мощный ответ, о котором мы не можем подробно говорить. И никто не должен обсуждать вопросы армии в интернете. Если у вас есть какие-то жалобы, пожалуйста, пишите депутатам, пишите губернаторам, пишите Минобороны. Но не обсуждайте это в интернете. Давайте поблагодарим Соединенные Штаты. Я напомню, что в сети появились чудовищные кадры расстрела армянских солдат. Россия до сих пор не выразила возмущения. То есть ни одного слова не высказала. Не сделали это звезды российской эстрады. Вот мы в Армении принимаем российских звезд. Сегодня журналистка Катя Гордон сделала пост у себя в Инстаграме и осудила это действие. Но ни одна российская звезда этого не сделала. И так далее, и тому подобное. Вот такая реальность. Слава Армении и слова армянскому народу.